В Якутии оказалось, что села, которые затоплены, они непригодны для проживания. Все думали, что в затопленных селах можно жить. То есть теперь будет, видите, определенная программа по строительству жилья. Ну, крадут как на Лене. Помните, когда строили там в Ленске дома, там украли больше, чем эти дома стоят. Вот как раз такие схемы, вот такие, как Беловусов и проводили. То есть выделили деньги на какое-то там строительство чего-то. И такая схема, что это вот этим, то туда, это сюда, еще дополнительно. И потом, и ничего нет. Вот. И мужик, который, блядь, сидел в ванной, в ванне, на втором этаже провалился, нахер, на первой когда-то. Как только налил воды и сел, потому что там из фанерки сделаны были перекрытия. А вот чиновник назвал россиян пострадавшими от паводка клоунами, которые ничего не добились. И призвал их брать лопаты и строить дамбы. Этот сотрудник правительства Омской области опубликовал свое мнение насчет атеров петиций, требовавших привлечь местные власти за ужасную подготовку к половодию. Степан Огорелков. Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строите. Прикольный чувак, но он же говорит то, что там он слышит, то, что говорят его начальники. Он просто дурачок такой же, вот как этот депутат, помните, со страшной мордой, который боксер Валуев, который говорил, ну а зачем им пенсии давать, они их проедят. Он слышал, что говорит Володин. Володин-то на публике совсем другое говорит. А вот внутри, так сказать, коллектива, они говорят, да нет, туда не надо, это их риторика. Ну это такой же вот дурачок, такие выскакивают иногда. Аномальные холода уничтожили посев пшениц, кукуруз, свеклы и других культур, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, ну и прочих областях. То есть, все идет к большим и очень большим неприятностям с точки зрения продовольствия. Китай продолжает скупать продовольствия, кстати, скупал в огромных количествах благодаря вот этому Белоусу. Он там утверждал все эти схемы вместе с Патрушевым-младшим, когда говорят, что Патрушев все дела там разрулил. Нет, вот это главный вор. И сейчас он стал министром обороны. И северное сияние над Россией. Ну что я могу сказать? Сейчас вот как раз все электрические дела, они очень важны, их и надо делать обязательно. И депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, заявил спикер Володя. Ну давайте мы рассмотрим кандидатуру вице-премьеров. Денис Мантуров, кто-нибудь не знает его? Все знают, да, первый заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Это транспортная отрасль, он был транспортником в правительстве. То есть в правительстве вот вице-премьеры это все те, кто был в правительстве. То есть ни одного лишнего человека. Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснулин, Алексей Верчук, Юрий Трутнев. Все. Ну Трутнев понятно, что по Дальневосточному округу он там поставлен грабить. В отношении водителя автобуса, в результате действий которого погибли люди в Петербурге, возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Оказывается, этот таджик, он все фиктивно сделал, да, там, на самом деле, что там фиктивно? Он приехал, таджик, как они все приезжают, пришел в мечеть, как они все приходят, получил подъемных денег. Ему там оформили паспорт, то там сейчас даже не надо ходить для того, чтобы паспорт получить в полицию. Можете себе представить, ну не в полицию, а в миграционную службу. Тебе прямо там выдают, в мечети. И деньги выдают. И он перетащил весь кишлак с собой, как выясняется, этого не выяснилось, если бы он на автобусе не приехал, не утонул. Ну что же, он приехал и на автобусе заработал деньги на весь кишлак. Они сейчас всем кишлаком живут в Питере, у всех есть гражданство российское. И вот совершенно классическая ситуация для России. В Екатеринбурге на мужика упала труба, потому что, ну это же кахахники так сработали, да. Когда сорока, значит, семилетний Екатеринбуржец получил удар по голове и стал инвалидом. Его парализовал. И его возили в коляске. Так вот, вчера эту коляску украла женщина из подъезда, инвалидную коляску. То есть у него и так такая трагедия. Он инвалид, его этой трубой шарахнул из-за коммунальной аварии в библиотеке. Можете себе представить. То есть лопнула труба, его шарахнул, он стал инвалидом, коляску у него украли. Пиздец, вообще что происходит? Исходит какой-то вообще этот, я не знаю, сюр, блядь. Жители затопленных сел Нефтегорского района Самарской области оборотились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с паводком. Ну, надо их двигать. Путину пишите, надо писать и так далее. Раскачивать надо эту ситуацию, чтобы они все понимали, что ни хрена, ничего никто им не сделает. Ни бог, ни царь, ни герой. И клопы, вот пишут, одолели Красноярск. Там что-то в оконных щелях прям снимают их. Там можно прям ведрами выгружать. Ну, клопы сейчас по всему миру лезут. Это жуть. Это какая-то напасть. Я помню в детстве даже в армии служил. Я не знал, что такое клопы. Представляете? Первый раз, что такое клопы. Я узнал, когда работал в милиции. И там это... Комнатенка такая для отдыха была в подвале рядом с камерами. И я что-то там прикорнул. И я тогда понял, что такое клопы. В Иваново женщины и ребенок упали с четвертого этажа в шахту лифта. То есть сейчас с лифтами пошла опять волна. Я вас предупреждал, помните? То есть открылись двери, они туда шагнули, а лифта нет. И ребенок, и женщина упали, получили травмы. В Москве лифт зажал руку девочке и после этого поехал. То есть не сработала система и оторвало ребенку пальчик. Представляете? То есть совершенно чудовищная ситуация. Так что будьте очень аккуратны. Сейчас лифты взбесятся окончательно. В Екатеринбурге четырехлетний ребенок упал с третьего этажа. В Тыве ребенок годовал и упал из окна. Ну, то есть продолжается падение детей. Будет это гораздо больше. В Новосибирске детская площадка развалилась под ребенком. И сломан позвоночник. Очень внимательны будьте на детских площадках. Будьте внимательны с этими москитными сетками. Смотрите, чтобы ребенок не провалился ни в канализацию, ни в колодец. И никуда. И так далее. То есть сейчас такое ощущение, что Путин какой-то морок навел на Россию. То есть люди, дети гибнут пачками. Берегите детей. Зацепера ударила током. 15-летний зацепер, значит, получил удар в пах и сжег член. Ну, помню, такой случай был. Я вам рассказывал, когда в Саратове, я еще в Думе работал. Там какой-то черт пытался спилить провода с этой слэп и прикоснулся пахом. Даже сознание он не терял. А член отстрелило просто током. Вот здесь подобная ситуация. И ирония судьбы, знаете, в чем? В том, что вот этот случай, когда ток сжег член, произошел на станции электроугли. Бля, безумие. То есть матрицы просто троллят. Электроугли. В Королеве гонял лось собак вместе с хозяевами. Ну, это жуть. Ну, там небольшой лось, конечно. Я помню, когда в армии служил, неоднократно нас лоси гоняли. Нам стрелять в них было запрещено. Очень-очень здорово гоняли нас лоси. Это было что-то чудовищное. Поэтому я их понимаю, этих людей. Ну, лось избрендели окончательно. Конечно, видите, вот опять в Тульской области женщина получила травмы после ДТП с лосем. В Смоленской области один человек пострадал в столкновении Мерседеса с лосем на трассе М1. То есть каждый день мы видим по нескольку столкновений с лосями. Я, честно говоря, и не думал, что вообще, в принципе, в России столько этих лосей. Путин красавчик, лучший на планете, а вы агентура английская, враги нашего народа. Это ты враг народа, какой же ты высший разум, ты безумец. Ты враг народа России. Почему? Потому что Путин уничтожает народ России. Просто не было такого врага еще у России, как Путин. Это самый страшный враг, который уничтожил уже сколько русских? Больше 30 миллионов, больше Гитлера убил. А ты тут это пишешь. Ну, я понимаю, что ты тролль, который работает за деньги. Ну, а может, просто слабоумный. Такие тоже есть. Ты вот назови мне хотя бы одну причину у тебя поддерживать Путина. Ну, кроме того, что тебе деньги платят. Ну, назови хоть одну. Что хорошего сделал для России Путин? Уничтожил народ России. Уничтожил медицину. Уничтожает детей российских. Уничтожил род России. Продолжение следует...